Открылась школа татарская и Мумадыши. Она была нужна, ведь теперь такое понятие, как вторая смена, для многих пережиток прошлого. Но главное даже не это. Здесь есть всё, чтобы ребята с ограниченными физическими возможностями чувствовали себя уютно. Для Алины Ахсановой и Айнура Мухаммедшина это первое сентября стало первым в жизни, несмотря на то, что они уже учатся в восьмом классе. До этого года дети с ограниченными физическими возможностями в Мумадыши могли учиться только дома. Теперь и для них открывается новая страница в жизни. Школьная. Мне всё очень понравилось. С подъёмником по лестнице тоже ходить. В новом здании предусмотрено всё. Пандусы, широкие коридоры, а самое главное подъёмник для инвалидных колясок, который помогает преодолевать лестницы. Теперь лестница не препятствие. Здание построено в рекордно короткие сроки. За год. Построено по новым нормам санитарным требованиям. Тут высота потолка только до 4 метров. Все условия. Дополнительные помещения для быта. Столовые очень расширены. Коридоры очень широкие. Все условия, которые сегодня необходимы, чтобы нормальная учёба была. В татарской гимназии есть свой медиа-центр, где ребята занимаются журналистикой. Оборудование появилось благодаря победе в конкурсе. Теперь в планах репортаж про одноклассников-инвалидов. Когда сказали, что откроете новую идею, мы пришли сюда. И предложили новую школу. Мы пришли сюда и предложили свои идеи. Нашу идею отправили на проект, на конкурс. Мы выиграли этот конкурс. И нам как бы выделили деньги на аппаратуру в нашей школе свой медиа-центр. До открытия новой школы в Мамадыш учились в две смены. Теперь в одну. Татарская гимназия примет 460 учеников. Алина Хусаинова, Ират Мухамедзянов. Вести Татарстан. Мамадыш.